Напомним, 5 июня на брифинге об этом сообщила замглавы городской администрации Лариса Крахалева. Сказано было приблизительно следующее. Школы находятся в шаговой доступности друг от друга, расположены на улице Островского. Процедура учеников не коснется, рабочие места всех учителей сохранятся, а их зарплата даже увеличится. Однако родители учеников 25-й не удовлетворились такой тишей догладью и создали инициативную группу для встречи с городским начальством. Во-первых, эта самая шаговая доступность являет собой две школы, разделенные достаточно оживленной проезжей частью. Через нее, уверены родители, придется водить ребят на обеды из 25-й в 19-й. Это произойдет в случае заполнения 25-й школы новыми классами, соответственно, учениками. Столовые просто не прокачают возросшее количество ребят. Есть и другие требования родителей к администрации. О них сегодня по телефону нам рассказала представительница инициативной группы родителей 25-й школы. Та информация, которую нам предоставили, скажем так, только усилила объем вопросов, не дала никаких разъяснений, как что будет. Как вариант того, что уход от второй смены в школе номер 19, это как один из критериев объединения наших школ, он уже не прокатывает, потому что наша школа также будет учиться в две смены. Она не приспособлена для такого огромного количества детей. Мы хотим документального подтверждения всего того, что планируется нашей администрации. Ее нам не смогли предоставить с питанием, опять же. То есть, как было сказано в информативном сообщении, что дети будут ходить питаться в 19-ю школу. То есть, это наши дети будут каждый два раза в день для того, чтобы попитаться, перейти даже те самые, как они говорят, 200 метров через дорогу. Это не один, не два ребенка. Начальная школа. Про среднее и старшее звено я уже не говорю. Итак, родители настаивают на встрече с властью, причем в ближайшее время пройти по 25-й школе, все посмотреть и все объяснить, выработать документ, который отражал бы аспекты переходного периода. Вообще, российский народ не особо доверяет словам разного рода начальства, и у него, согласитесь, есть на то основания. Ну, а вот что сообщила по поводу слияния школ Лариса Крахалева в эфире нашей программы «Лицом к городу». Мы плавно, так скажем, проводим это слияние. Все дети, которые учились в 25-й школе, они продолжают учиться там, и они закончат свое образование в этой школе. С 1-го сентября и с 19-й в 25-ю переходит параллель первых и параллель третьих классов. Тем самым снимается двусменность в 19-й школе. Постепенно каждый год параллели следующих первых классов, которые будут набираться, они будут набираться уже на базе 25-й. Постепенно в 25-й мы сконцентрируем начальное образование, может быть, 5-й или 6-й, допустим, еще классов, в зависимости от возможностей учебного заведения. И теперь насчет возможного давления на родителей со стороны руководства школ. Высокие чиновники все-таки прозвенятые люди в общении с массами, а вот директора могут себе позволить и волюнтаристские методы, опасаются родители. Надеемся, таких фактов не будет, но уж если что сообщаем. Мы находимся на постоянной связи как с родителями, так и с городской администрацией. И о каждом непрезентабельном факте будем сообщать в открытую в эфире и доводить до сведений властей. Давайте говорить, а не ругаться. Диалог всегда эффективнее.